Авторскую программу «Обо всём понемногу» на 23-м канале смотрите каждый вторник с повторами в четверг, субботу и воскресенье в 18.00. Здравствуйте! Вы смотрите передачи Таганрогской телевизионной сети. Как обычно в это время в эфире программа «Обо всём понемногу». Эти полчаса с вами я и её автор и ведущий Евгений Токарян. Если вы носите очки и много времени проводите за компьютером, то прислушайтесь к советам руководителя салона оптики Троянда Елены Стоун. Здравствуйте! Благодаря свету мы воспринимаем окружающий мир. Цвета, формы, расстояния. Свет помогает регулировать циклы бодрствования и сна, влияет на нашу память, настроение и хорошее самочувствие. Но наши глаза очень чувствительны к свету, потому что ультрафиолетовое излучение ускоряет помотнение хрусталика. А синий фиолетовый свет проникает в глаза и разрушает клетки сетчатки. Воздействие этих двух факторов обладает накопительным эффектом и влияет на развитие глазных заболеваний, таких как катаракта и дегенерация клеток сетчатки. Большинство пользователей компьютеров и других электронных устройств не понимают причину своей зрительной усталости и не знают, что существует решение этой проблемы. Для этого вам необходимо приобрести специальные очки для работы с электронными устройствами. Линзы в этих очках обладают уникальным покрытием Blue Blocker и отсекают вредный синий-фиолетовый спектр и пропускают полезный синий-голубой, необходимый для здоровья человека. Комплексная защита ваших глаз помогает сохранить отличное зрение, а значит и качество жизни на долгие годы. Всего хорошего. До свидания. Очки любой сложности, контактные линзы, солнцезащитные очки, бесплатная диагностика. Троянда всегда рядом. Петровская 41, ежедневно с 10 до 20.00, телефон 8904-347-0357. А теперь мы отправимся в супермаркет Аида, чтобы выбрать самое вкусное и полезное мороженое в вафельном стаканчике. Советует администратор торгового зала Евгений Подорожный. Здравствуйте. Мороженое – это любимое лакомство не только всех детей, но и многих взрослых. Особенно актуально оно в эти жаркие и знойные дни. Очень многие думают, что мороженое – это полностью бесполезный сладкий десерт. Но с ними можно поспорить, ведь данный продукт изготавливается из свежего коровьего молока и сливок. Молочные белки и жиры – это отличные источники аминокислот. Сахар повышает настроение и заряжает энергией. Но охлаждающих свойствах мороженого, я думаю, говорить не стоит. Однако во всем нужно соблюдать меру, и к выбору мороженого нужно подходить с умом, чтобы с одной стороны не навредить здоровью, и с другой все-таки насладиться этим нежным сливочным вкусом. Ассортимент мороженого сейчас очень огромен. Это и пломбир, эскимо, фруктовый лед, чербет, различное мороженое в виде тортов. Но самый распространенный и самый любимый вид мороженого – это все-таки мороженое в вафельном стаканчике. Как же выбрать этот продукт? Для начала обратите внимание на упаковку. Наилучший вариант – это прозрачный полиэтиленовый пакетик. Так вы можете оценить, что же все-таки находится внутри. Запомните, если мороженое примято, имеет неправильную форму, а на поверхности образовались кристаллики льда, значит, такой продукт, возможно, был разморожен и заморожен несколько раз. Вкуса у этого мороженого уже не будет. Обязательно найдите дату изготовления, она очень важна для покупателя. Мороженое может храниться и год, но для этого нужны идеальные условия. А как оно хранилось в магазине и особенно при транспортировке, мы уже не знаем. Поэтому лучше выбирать мороженое, которое было изготовлено совсем недавно. Что касается состава, то самый лучший вариант – это сливки либо коровье молоко. Если вы увидите в составе растительные жиры, кокосовое либо пальмовое масло, то никакого сливочного вкуса вы уже не почувствуете. Все ингредиенты в составе мороженого идут по убывающей. Поэтому, если на первом месте вы увидите растительные жиры, либо сухое молоко, то лучше, конечно, отказаться от такой покупки. Кроме того, состав самого стаканчика должен быть указан отдельно на упаковке. И там не должно быть ничего, чтобы вас могло смутить. Вкус у мороженого должен быть нежно-сливочный и в меру сладкий. Хорошее мороженое можно выбрать даже по цвету. Никогда не берите очень ярко-белое, можно даже сказать белоснежное мороженое. Это главный признак того, что оно изготавливалось с использованием растительных жиров. Цвет натурального мороженого должен быть кремовым. Дома, открыв упаковку, попробуйте мороженое на вкус. Если вы чувствуете на зубах кристаллик льда, значит была нарушена технология изготовления. Мороженое, возможно, было неправильно сбито, либо в состав добавлено растительные жиры и сухое молоко, о котором производитель не указал в составе. Всегда отдавайте предпочтение только качественному и натуральному мороженому. Только так вы сможете выбрать не только вкусный, но и по-настоящему полезный десерт. До свидания. В канун 72-й годовщины Победы, после обновления экспозиции, на маршрут снова вышел трамвай Победы. Среди первых пассажиров была и съемочная группа программы. История музея на колесах началась в августе 2013 года. К 70-летию освобождения Таганрога была создана его первая экспозиция. Сегодня мы после реконструкции, вновь к 72-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, открываем наш трамвай Победы, который был создан в 2013 году, ко дню освобождения Таганрога. Восстановлен вновь в 2015 году, к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. И сегодня мы откроем третий раз наш трамвай Победы. Конечно же, трамвай Победы – это прежде всего память о победителях, о том, какой ценой досталась эта победа. Но главной его задачей создатели считают патриотическое воспитание детей и молодежи. Музей на колесах создан для того, чтобы сохранить память о той страшной войне, в которой советский народ одержал победу. И мы уверены, что люди, молодежь особенно, будет брать пример и помнить всегда тех людей, которые дали жизнь этим поколениям. В этот день среди пассажиров первого рейса трамвая Победы были и молодые таганрожцы. На мой взгляд, сегодня мы выражаем то, как мы чтим, то, что сделали наши деды и прадеды, бабушки и дедушки, какими усилиями это всего добивалось. И сегодня мы уже готовимся к 9 мая, и это большой праздник для нас, для всех. Мы сейчас стоим, ждем трамвай Победы, чтобы узнать, как наши ветераны воевали и какой ценой досталась нам победа. Чтим память нашим предкам, мы вспоминаем наших ветеранов. И, конечно же, мы очень благодарны им за то, что мы сейчас живем под мирным небом. Во время поездки в трамваи Победы пассажиры смогут не только познакомиться с историей Великой Отечественной войны, но и узнать о таганрожцах, героях Советского Союза и полных кавалерах Ордена Славы. Услышать рассказы о подвигах, о борьбе таганрожского подполя в период оккупации города, о частях и соединениях, сражавшихся на Самбекских высотах и освобождавших Таганрог. В экспозиции также представлены материалы и фотографии, посвященные внукам и правнукам, ветеранам Великой Отечественной войны, таганрожцам, выполнявшим свой воинский долг и погибшим в Афганистане и Чечне. Курсировать трамвай Победы будет по всем существующим городе маршрутам, поэтому стать его пассажирами и ознакомиться с экспозицией смогут все таганрожцы, которые пользуются этим видом транспорта. Официальное празднование 72-й годовщины Победы в Таганроге началось 8 мая, с митинга, который прошел у стелы город Воинской Славы. По сложившейся традиции официальное празднование Дня Победы в Таганроге началось ранним утром 8 мая у стелы город Воинской Славы. Несмотря на легкий моросящий дождик, таганрожцы собрались, чтобы отдать дань памяти тем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной, ковал победу в тылу, боролся с врагом в период вражеской оккупации и освобождал Таганрог в 1943 году. В память обо всех, кто приближал тот День Победы, объявляется минута молчания и звучит ружейный салют. Затем к подножию символа Воинской Славы возлагается праздничная гирлянда и цветы от благодарных потомков. После этого участники митинга направились ко всем воинским захоронениям и памятникам, посвященным Великой Отечественной войне. Один из таких памятников – танк, который находится на въезде в город. Об истории этого символа победы рассказала председатель комитета по культуре городского совета ветеранов Тамара Прокофьевна Бувалко. Затем в память обо всех танкистах, освобождавших наш город, к его подножию были возложены цветы. Продолжились праздничные мероприятия на мемориале Самбэгские высоты, где прошел совместный митинг представителей Таганрога и Никлиновского района. Именно здесь становится понятно, как поредели ряды ветеранов. С каждым годом их все меньше, и все больше фотографий своих героев приносят с собой дети, внуки и правнуки победителей. Именно к ним обратился один из тех, кто освобождал Ростовскую область и наш Таганрог – Михаил Петрович Шатов. Он попросил вечно помнить тех, кто принес нам победу. А если придется, постоять за свою родину так, как сделали это солдаты его поколения. После минуты молчания участники митинга возложили к вечному огню праздничную гирлянду и цветы. Ростовская область В этом году, 9 мая, уже в третий раз по центральной улице Таганрога прошел бессмертный полк. Ранним утром 9 мая на Октябрьской площади стали собираться таганрожцы. С портретами своих отцов, дедов и прадедов в руках они пели под баян песни военных лет. «Катюша», «Священная война» звучали торжественно красиво. Несмотря на ранний час, здесь много детей. Одетые в хорошо подогнанную военную форму, с портретами своих прадедов и прапрадедов, они с удовольствием фотографируются и ждут команды «Стать в строй». И пока они еще очень мало знают о той страшной войне и героическом прошлом своих родных. Но с гордостью говорят. «Я пришла с прадедушкой, он воевал под Таганрогом». А эти девушки в форме с букетами сирени наверняка похожи на своих сверстниц из 1945-го. Сколько их молодых мальчишек и девчонок расписалось на листаге, и сколько их не вернулось домой. О них в этот день вспоминали участники бессмертного полка. «Это святой праздник для нас. А мы идем с нашими дедами. Вот три брата. Вот они. Также погибли на войне. Благодаря им и живем. С праздником всех». «У меня два деда были на войне. У одного орден красной звезды, медаль за взятие Берлина. Это для меня очень большое событие, потому что я хочу, чтобы мы всегда, мы, мои дети, помнили о том большом подвиге, который совершили наши предки. Мы должны об этом помнить всегда». «Это праздник со слезами на глазах. У меня воевал дедушка, воевала бабушка. Поэтому для меня это очень затруднительно и близко к моей семье, моему сердцу. В нашей семье очень чтят память дедушки Минченко Ивана Андреевича, который был танкистом и воевал на фронтах Великой Отечественной войны с 41-го года по 45-й. Он остался живым, вернулся домой. И я его помню, например, как доброго, веселого человека, который очень часто рассказывал о войне, но всегда плакал при этом. Всегда. И поэтому для нас это было очень трогательно. И вот память мы чтим до сих пор. Его внуки, правнуки, они помнят и знают о нем в нашей семье». Ровно в 9.00 Таганрогский бессмертный полк начал движение по улице Петровской. Во главе колонны Знамя Победы, которое по традиции несут представители организации «Боевое братство» и «Союза десантников». За ними людское море. В руках детей, внуков и правнуков фотографии, а иногда и просто таблички с фамилиями близких им людей. Одни не вернулись с той войны, другие прожили очень мало из-за полученных ранений, а кто-то совсем немного не дожил до 72-го дня Победы. Сегодня все они в едином строю вместе со своими потомками в колонне бессмертного полка. У здания городской администрации участники марша приветствуют ныне здравствующих победителей. Тех, кто не жалея жизни добывал на нас эту долгожданную победу. Тех, чья память является исторической связью трагических военных лет с сегодняшним днем. И боевые ветераны отвечают на приветствие троекратным. Ура! А людская река продолжает свое течение и уже в ходе движения колонны люди рассказывают о своих героях. Я пришла со своим отцом Иваненко Леонид Петровичем. Ура! Штурмовал Берлин, получил три пули в ногу. Началась гангрена ему в подздаме. В 45-м году прямо 9 мая отрезали ногу. Потом он работал директором парка городского, а потом много лет работал директором городского театра. Мы пришли почтить память своих дедов, ветеранов Великой Отечественной войны. Для нас это гордость за наших предков, которые помогли приблизить победу и спасти мир от фашизма. Наши дедушки дошли от Таганрога до Берлина. Мы ими очень гордимся. Это Немченко Иван Андреевич, Кравченко Иван Иванович и Шевелев Аркадий Алексеевич. Бессмертный полк для нас это возможность пройти с ними, почувствовать гордость за них. Всех поздравляем с праздником. Желаем всем крепкого здоровья прежде всего. Чтобы все помнили про этот замечательный праздник и никогда об этом не забывали. Потому что без истории никогда не будет будущего. Почти два часа бессмертный полк шел по центральной улице Таганрога. И по информации пресс-службы администрации города, в нем приняли участие 36 тысяч человек. Но самое главное, что память о подвиге советского народа живет в сердцах нынешних поколений, которые приняли эстафету у поколения победителей. Мы продолжаем эстафету памяти. Рассказывают правнуки победителей. Моя прабабушка, Комаровская Зинаида Борисовна, родилась 2 июля 1921 года в казачьей семье в селе Приморка Ростовской области. В 1941 году она окончила школу младших командиров и получила специальность «Оружейник». В 20-летнем возрасте, в январе 1942 года, добровольца пошла на фронт. С октября 1942 года служила специалистом по вооружению штурмовиков Ил-2 в 56-м гвардейском краснознаменном орденов Суворова и Кутузова штурмовом авиакорпусе. Длинным был путь Зинаиды Борисовны. Он начался с Липецкой области города Елец, а дальше была Украина, Молдавия, Юг Польши, Берлин. Война закончилась для Зинаиды в Праге. За успехи в боевой и политической подготовке моя прабабушка получила благодарность от Верховного Главнокомандующего Советского Союза Сталина, была награждена Орденом Отечественной войны второй степени в 1985 году к 40-летию Победы. Прабабушка умерла в 2004 году. Похоронена была на своей родине в селе Приморка. Память о ней мы будем передавать с гордостью из поколения в поколение. В каждой российской семье есть свои герои Великой Отечественной войны. Память о ней хранится и передается с поколения в поколение. Устные рассказы родственников, вещи и семейные реликвии. В нашей семье тоже есть такие вещи. Отдельное почетное место занимает фотографии и документы военной поры. Среди них и фотографии моего героического прадедушки Безус Якова Григорьевича. Он родился 25 ноября 1911 года в Слободе Большекрепинской Ростовской области. В 1939 году участвовал в Финской войне. Затем был демобилизован. Но недолго ему осталось заниматься мирным трудом. 9 июля 1941 года он был призван в ряды защитников Отечества. Мой прадедушка был шофером. На автомашине ГАЗ-АА еще называли полуторкой. Доставлял груз по дороге жизни в блокадный Ленинград. Прадедушка рассказывал. По правилам можно было перевозить 20 маленьких детей или 16 взрослых. Но набивался полный кузов. Мой прадедушка совершил немало рейсов по дороге жизни. И за это был награжден медалью за оборону Ленинграда. Он участвовал в обороне Москвы. С августа 1902 года был направлен на Сталинградский фронт. Осуществлял доставку боеприпасов, медикаментов, продовольствия с левого берега. А с правого доставлял раненых в госпиталь. Следующей дорогой солдата стала служба на 2-м и на 3-м украинском фронте. И фрейтор Безус участвовал в героическом штурме освобождения города Будапешта в восточной части Австрии и ее столицы Вены. Вернулся после войны осенью 1945-го. Пройдя такой тяжелый жизненный путь, прадедушка дожил до 96 лет и умер в 2007 году. Я благодарен своему прадедушке и остальным ветеранам за их героический подвиг. Я обязательно расскажу своим детям и внукам об их героическом предке Безус Якове Григорьевича. Наш прадедушка Иван Васильевич Голованов родился в 1919 году в селе Богоявление Горьковской области. Был младшим седьмым по счету ребенком. С детства Иван был заворожен видом автомобиля. Ему нравились скорость и запах бензина. Он мечтал быть шофером. И чтобы поступить в автошколу, Иван, росли не по годам, пошел на хитрость. Приписал себе два года. И получилось, что он родился не в 1919, а в 1917 году. На войну Иван Васильевич был призван с первых же дней. Попал в автополк, который находился под Ленинградом. Иван ночью и днем под обстрелами и бомбежками Доставлял он в своем бизнесе на передовую снаряды и продукты. Не везло, вспоминал он. Молодой был, рисковый. По дороге жизни ехали с открытыми дверцами, Чтобы в случае попадания снаряда Успеть выпрыгнуть из машины. Но ни разу Иван Васильевич не видел, Чтобы кто-то спасся, когда машина уходила под воду. Видишь, как нырнуло под лед, и все. Однажды, опухший от голода, Иван встретил своего среднего брата Федора. И узнал он, что старший их брат Александр погиб, А младшая сестренок Анна Тоже сражается где-то на этом же фронте. Голод, который он пережил в блокадные дни, Оставил след на всю жизнь. Но чтобы взять банку консервов или сухарей с груза, Такого и в мыслях не было, говорил Иван. Всегда потом хотелось есть, признавался он, Даже когда сытый. И с тех пор всегда возил при себе что-нибудь съестное. Хоть краешку хлеба, но чтобы всегда была в загашнике. После снятия блокады, Иван Васильевич в составе 2-й ударной армии Воевал в Эстонии, Прошел всю Восточную Пруссию, Освобождал Польшу и дошел до самого Берлина. И на груди его совсем не ордена, А только медали. За оборону Ленинграда, За боевые заслуги, За победу над Германией и другие. После войны он жил в поселке Дальнее Константиново. Умрил в 2001 году. Вместе с женой Анной Ивановной, Они вырастили шестерых детей. Мы все гордимся нашим прадедушкой. А теперь о том, как праздновали День Победы в Таганроге в 1945 году, Рассказывает старший научный сотрудник Музея-заповедника Антона Павловича Чехова, Валентина Ратник. А каким было 9 мая 1945 года? Как таганрожцы встретили Великий День Победы? Все ждали этот день. И когда рано утром по радио сообщили о капитуляции фашистской Германии, На улицу вышел и стар, и мал. 2 мая 1945 года советские солдаты вошли в Берлин. 8 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. А 9 мая объявлялся Днем Победы и Нерабочим Днем. И вот 9 мая 1945 года уже с утра на улицах Таганрога было столько народа, Что, наверное, можно было не просто не протолкнуться, вообще не пройти. В 9 часов утра 9 мая вышел специальный выпуск газеты «Таганрогская правда», Который был посвящен нашей победе. И в этом выпуске говорилось о том, что рабочие наших предприятий, Которые работали в ночную смену, организовали стихийные митинги в честь Дня Победы. А один из рабочих металлургического завода Кошенков успел даже написать стихотворение, Которое было опубликовано в этом специальном выпуске и называлось «Наша победа». Таганрогцы вспоминают, что появились флаги, моментально появились красные флаги, Которые висели просто вот из окон и, конечно, на балконах. Небольшой теплый дождик не помешал собраться нашим горожанам у входа в центральный парк, Где стоял памятник Владимиру Ильичу Ленину, и там прошел митинг. На этом митинге выступил секретарь городского комитета партии Зобов, Который поздравил всех с Великой Победой и сказал, Несмотря на счастливые дни, несмотря на победу, Надо думать о восстановлении нашего любимого города. И что интересно, уже тут же на предприятиях практически в этот день Организовалось соревнование в честь Великой Победы. И еще, что вспоминают наши старожилы, это песни. Песни, которые звучали отовсюду. Все помнят, конечно, легендарную Катюшу. И говорят о том, что, конечно, ее пели под баян, Но были даже случаи, когда ее исполняли и под русский национальный инструмент балалайку. И последний приказ Сталина звучал следующим. Последний приказ периода Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, Победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. И мы помним, чтим, празднуем и говорим спасибо. Кланяемся всем тем, кто и ковал далеко от родных сторон нашу победу труженикам тыла, И тем, кто познал все ужасы фашистского плена и рабства, И тем, кто, не щадя ни своей жизни, не щадя ни своего здоровья, крови, Добыл нам такую великую победу. Я еще раз поздравляю с этим великим праздником всех ныне здравствующих ветеранов. Живите долго, счастливо и будьте здоровы. Пролетели года, отгремели бои, От болей тяжелых рамы твоих, Но далекому мужеству верность храня, Ты стоишь и молчишь у святого огня. Ты же выжил, солдат, Хоть стараться минал, Хоть друзей хоронил, И хоть на смерть стоял. Почему же ты замер на сердце ладонь, И в глазах, как ручья, Плещет вечный огонь. Говорят, что не плачет солдат, Он солдат, И что старые раны К ненастью болят. Но вчера было солнце, И солнце с утра. Что ж ты плачешь, солдат, У святого костра? Ты же выжил, солдат, Хоть с дна раз умирал, Хоть друзей хоронил, И хоть на смерть стоял. Почему же ты замер на сердце ладонь, И в глазах, как ручья, Плещет вечный огонь. Посмотри, солдат, Это юность твоя, У солдатской могилы Стоят сыновья. Так о чем же ты думаешь, Старый солдат? Или сердце горит, Или раны болят? Почему же ты замер на сердце ладонь, И в глазах, как ручья, Плещет вечный огонь. Почему же ты замер на сердце ладонь, И в глазах, как ручья, Плещет вечный огонь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok